И снова дуэль. Две карты на самом деле. Звал он мне на вот эту. Ну, раньше мы не играли. Клан хороший. Ничего сказать не могу. По сути, типичный конфедерат, который считает, что сопра эмба. И тупо сидит на базе. Короче, второй гемка, так сказать. По поводу боя, ну тут три момента можно, в принципе, показать. Сначала разведка. Главное ее не проспать. Здесь контейнер, видимо, появился где-то вот тут. Соответственно, он мне не достался. Но есть один нюанс. Я в этот раз заказываю больше стрельков с этой позиции. И даже объясню почему. Где-то в ролике это должно попасть. Почему? Вот. Здесь я тоже проспал. Для того, чтобы не дать конфедерату захватить этот ящик. Чаще мне. То есть здесь больше шанс его захвата. А я лучше потрачу пару дополнительных стрелков. Этот надо бы отменить. Дополнительных стрелков. Но при этом возьму этот ящик. Не отдам противнику. Здесь контролирую пехотинца. Здесь он сдохнет. Но противник тоже вперед не бежит. То есть, по крайней мере, он его отвлек. Что уже неплохо. И даже на голд атаке я его забираю. Красавчик. Но забываю, собственно говоря, на завод добавить. Это плохо. Придется сейчас заказывать койотики. Вот уже крепость на позиции. И что делать? Ну, крепость она одна. То есть, не так уж и тяжело ее произвести. Койотиков приходится до хера произвести. То есть, чтобы одну несчастную крепость убить, надо штук шесть койотов иметь. Более-менее. Иначе ты банально не успеваешь. Отменил все-таки койотик. Молодец. Красавчик. Проверяю противника. У него бункер. Ну, молодец. Молот и цербер. Ну, здесь мне делать нечего. Возвращаюсь на базу. И здесь такой странненький нюанс. Так, разведку провожу. Там все такое. Пехотинцы бы спятать. Странный нюанс. Пехотинец бежит. Пехотинец бежит. У меня дофига ресурсов, по сути. Но что делать? Улучшать штаб, не улучшать. На самом деле, в следующий раз я улучшу штаб, нафиг. Скрывать его. Есть там Серафим, нет там Серафима. В принципе, по барабану. Беру свои койотики. Потому что легче знать, что там будет Серафим. Чем он его отменит. Выйдет Солярис. Неудобно. Если Солярис, то обязательно нужен туманчик. Ну вот он сейчас производит все-таки Серафима. Хотя я бы на его месте, я, конечно, отказался бы и пошел бы в Левиафан. То же самое, что делаю я. И Солярис у него был бы намного быстрее. Но он, в принципе, отдаст второй ящик. Но он даже не собирался за него браться, видимо. Пока что на 8 ЦС не буду стоять. 7 штук. И выхожу, собственно говоря, в туман. Но у меня только один завод Ягуара. То есть, к сожалению, не знаю, как правильно играть одного завода Ягуара или играть от тумана. Но хочется 20 ранг, если честно. Чтобы уже выходить и в туман, и в два завода Ягуара. Потому что терпеть это невозможно. Играть одним Ягуаром, ну какой-то бред. Заводом там. Тебя кошмарят Серафимы. Тебя кошмарят Церберы какие-то непонятные. Быстрый Солярис. Ну невыносимо, если честно. Хочу проверить здесь казармы. Для огнеметчика ли они улучшены. В принципе, нет. Ну и сейчас можно достаточно быстро все снимать. С учетом того, что у меня мало Ягуаров. Всего-то 5 штук. Не густо. Приходится копить. И спешить я никуда не буду. Я увидел, что здесь Серафим. Ударил его. Молодец. То есть, Койотик засветил противника. Отвел своего героя. Сейчас я проверю, что здесь и как. Ага, вот он. Солярис. Так-то, в принципе, я все увидел. Серафим битый. Вот. Ну и можно, в принципе, атаковать. Там Зевсов немного. Ну вот два завода есть. А у меня... Уже третий. Ну, потому что противник не выходит в базы. Ну его сейчас закошмарим. Я решил, что с учетом того, что там Вошка одна. Тайфунов, скорее всего, там немного. Вот, потому что все это очень дорого. И я его жахну болванкой. Успею ли я до счета? Не факт, не факт. Может успел, может и нет. Урон больнючий. Но смотрите. Один Зевс и второй Зевс. То есть, чем дальше находится Зевс от центра, тем меньше урон. У этого вообще чуть поменьше. Прям заметно. Ну это так, мелочи. Но здесь 100% не было голд воздуха. То есть, там урон был бы еще меньше. Ну, играю достаточно нагло. Единственное, что у меня один туман. У противника два щита. Вот. А второй туман у меня вот здесь. То есть, по таймингам. Да, в принципе, все поодинаково. Забрал эти ящики я, нет. Или не забрал. Комфа все равно не ее тайфун. Да? А тебе приходится дикообразовать. Поэтому все компенсируется. Не знаю, сколько Комфе уже плюшек дали. Терпеть это просто невозможно. Второй туман подгоняю. Я, в принципе, хочу комбинировать некую агрессивную игру и неагрессивную игру. Чтобы не агрести, так сказать. Ну вот, один туман. Второй. Думаю, ну дай-ка я пойду в атаку. Все-таки. Что тянуть-то? Вот. Туманчики над назад. В туман он не бежит. Отстреливается. Да, в принципе, нормально он отстреливается в одну точку. Левик, к сожалению, я потерял. Потому что он ушел непонятно куда, как обычно. Но там уже армии особо нет. Единственное, что до заказ спит пока что. У меня даже еще один завод Ягуара. Четыре штуки. Ну, шансов у противника нет, потому что он брыхнет. Все, мы сейчас будем его пробивать. Солярис он профукал. И все. У Левика тоже профукал, в принципе. По зданиям не сказал бы, что супер жир. Как-то быстро они падают. Ну, такой полупротивненький игрок, конечно. Пока ты его задавишь, не хватает КО, к сожалению. Максимально долго я снимаю этот ролик. Уже, наверное, больше 60 минут я снял его. Ладно. Вообще, хочу постараться все дуэли показать достаточно лаконично. Но и детали те или иные хочется вам продемонстрировать. Ну, ладно. В любом случае будет плейлист. Карта для меня новая. Позвал меня оппонент на эту карту. И когда я играю на неизвестной мне карте, я обычно произвожу очень много стрелков. Потому что, ну, чтобы не ошибиться, да. В крайнем случае произвел несколько лишних стрелков. И они смогут подобрать контейнер. Но здесь я делаю неправильное решение. То есть, вот сюда направлять своего стрелка нельзя. Потому что штурмовик по-любому бежит вперед. А до ящика добежит вот сюда штурмовик. Тем более, что это начало. Здесь много стрелков не может быть. Я делаю ошибку. Бегу непонятно куда. Ничего страшного. Ну, и оппонент на самом деле тоже ошибается. То есть, да, он здесь остановился. Дальше не пошел. И, соответственно, теряет этот ящик. Так делать, конечно, ни в коем случае нельзя. Потому что штурмовики поугадут вперед. Потом присоединится еще один штурмовик. И вы потеряете просто весь фланг. Отдадите все контейнеры. Потому что у вас стрелков там банана не будет. Штурмовики их перебьют. Но любой игрок ошибается, да. То есть, я уже почти захватил этот контейнер. Вот, почти забрал этот ящик. То есть, оппонент тоже немного растерялся. Ничего страшного. Именно для этого вы должны играть постоянно. Тренировочки проверять карты. Стараться оптимизировать свою игру. Но я ставлю поздно ли так станцию. То есть, у меня койотики будут немного позже. Ну, ладно. С другой стороны, противник забрал мало контейнеров. И у меня будет определенное преимущество в развитии. У меня очень много стрелков было на южной линии. Если у вас пехоты просто дофига, то при любой удобной ситуации используйте атаку всех юнитов и избавляйтесь от конкретно при данных штурмовиков. Но старайтесь, конечно, управлять своей армией. И не убегать, потому что вы потеряете немного урона. И не хотелось бы, чтобы у вас было на 1, 2, 3 стрелка меньше при захвате контейнера. Но электростанцию я не поставил. То есть, два центра снабжения у меня будут позже. Вот электростанция строится 20 секунд. Довольно-таки много. Потеряю часть ресурсов. То есть, у меня центры снабжения будут на 20 секунд позже, чем хотелось бы. Вот. Что это значит? У нас здесь 669 ресурсов. Три центра снабжения. А на пяти центрах снабжения у нас 882. Соответственно, по той причине, что вы поставили неправильно электростанцию, вы потеряли 20 секунд времени. И это 71 ресурса единицы. Казалось бы, немного. Но, тем не менее, этого стоит, конечно, избегать. Производим, естественно, койотики. Они нам понадобятся. На самом деле, при текущих обстоятельствах, с учетом того, что я захватил контейнеры все, я могу не использовать какого-то разведка. Вот. Все-таки решил включить ее. А вдруг там будет сербер. Подозрительно все это дело. Ну, он, в принципе, нам не понадобится. Разведка. Противник развивается медленно. Ну, как вы уже понимаете, ты его никак не зарашишь. У меня, вроде бы, здесь много койотов, стрелков. Но, чтобы вы понимали, конечно, у стрелка и у койота в движении урон не кокущий. Вот. Поэтому мы спокойно идем в четвертый уровень штаба. Несмотря на то, что здесь только третий штаб, но я все-таки решил сыграть более надежно. Сначала я подумал, а вдруг я выйду в крота и смогу задавить достаточно быстро. Все-таки у меня много ресурсов было, да? Но, к сожалению, это все не работает, потому что здесь уже четвертый уровень штаба. То есть, я вроде бы опережаю по развитию оппонента, но у него база абсолютно пустая. У него здесь ничего нет. У меня два ягуара. Ну, как бы, получил я больше ресурсов. Да, у меня плюс два дикобраза, три ягуара. И что дальше? Ну, ничего. То есть, вроде бы преимущество есть, а вроде бы его и нет. Тем временем, добавляю себе еще один завод ягуара. Буду играть от двух. Решил на текущей карте быстрее выйти в туман. Не знаю зачем. Я видел, что здесь нету Серафима. То есть, это, скорее всего, быстрый Солярис. И предположил, а вдруг Серафим уже произведен и он направляется на мою базу. Вот. По этой причине лучше, конечно, буст производства. То есть, вдруг Серафим бы зашел бы вот отсюда, например. Отсюда, да? Поэтому не хотелось сюда присылать много дикобразов. И я решил, что... Ну, вот. Я решил, что лучше использую буст разведочки. Чтобы не мешало мне все это дело. Туман. Ягуары. Большое количество. Мне нужна разведка с помощью койотика. Надо вспомнить, когда я осуществлял. Ага, вот этот момент. То есть, я потихонечку развиваюсь. Пытаюсь разведать здесь базарму. Но меня отгоняет молот. Зря я, конечно, убежал. Надо было увидеть. Но здесь, возможно, даже базарму еще не готовы. А это, на самом деле, очень раздражает. Проверка. Солярис. То есть, надо идти в год производства. Плюс голд разведка. Чтобы быстрее все это сделать. Ну, вдруг там, как я и говорил, Серафим. И мне надо срочно в производство. Почему? Сейчас объясню. Потому что на этой карте, если тебе заходят в тыл, либо отсюда, либо отсюда, тебе приходится перегонять всю свою армию. Это очень долго. Она ужасно и неповоротлива. Поэтому лучше, конечно, ну, можно и атаку, конечно. Но я вот решил направить свой Левиафан на центр. И здесь я кое-что заметил. Вот. Глазок я заметил здесь в базарму. Но в бою я этого не увидел. Вот. Но проблема заключается в том, что у меня 105 КО. То есть, я даже физически не успею выйти в снайпера. Снайпера стоит 2 КО. Если ты построишь даже 4 штуки, это 8 КО. То есть, это минус 2 Ягуара. Или почти 3 Дикообраза. Вот. Очень много жрут КО. Очень много ресурсов вначале жрут эти снайпера. То есть, ты построил, казалось бы, там 2-4 штуки, а уже потратился на эти дурацкие казармы. И у тебя забито КО. Если ты забил свое КО, а там несколько заводов Зевсов, то все. Они просто будут царапать эти Зевсы. И контрите огнеметчики ты можешь только с помощью разведки. Но даже если ты разведуешь противника, уже 105 КО. И, откровенно говоря, поздно выходить снайпера. Потому что казарма улучшается долго и производится долго снайпера. И они очень медленные. Вот. Я решаюсь идти в атаку. Я не видел, что там есть огнеметчики. Как бы и ладно. Пригоняю свои Дикообраза, чтобы мне Серафим не мешал. Плюс у меня есть разведка по всей карте. Казалось бы, зачем мне трачу столько КО на вот эти несчастные Койоты. 8 КО убито в никуда. Но дело в том, что если здесь появится один штурмовик, он просто уничтожает моего стрелка. А мне не хочется оборонять свою базу. Но даже в такой ситуации я поставил один завод стрекозы, чтобы меня не заколебал этот дурацкий Серафим. Проверяя, что находится на передней линии у противника, у него нихрена нет. То есть у него где-то 4 Зевса, но может быть 5 там произвелся какой-то. У него, скорее всего, только один завод. В конфайн баге, похер, у меня здесь ягуаров 4, 5, 10, 11. И еще в производстве. То есть 11 ягуаров, на передней линии у меня 1 туман. То есть у меня уже ТО не хватает. И 11 ягуаров. Охренеть. Посмотрим, смогу ли я пробить противника. Конечно же нет. Бью достаточно прямо в цель. Здесь щита, как вы понимаете, у противника нет. Бумс. Огромнейший лютый урон. Почти убил Тайфун, но все-таки бью на максимальной дистанции, поэтому Тайфун не дохнет. Вот. Пару стрелков для разведки. Пригодятся. Играю агрессивно. Вот один щит появился. Выбивается он. Кстати, почему бьют щита? Да, потому что вся армия движется, а щит не движется. Соответственно, ближайшая цель это щит. Прекрасно. Мы его выбили. Есть толку от этого? А ни хрена. Ни хрена толку. Нету, что ты выбил щит, потому что здесь просто дохерища этих огнеметчиков. Чтобы их убить, ягуары должны бить просто в вечность. Вот. Лёвик вперед не пододвинут, но он уже битый на самом деле. И казалось бы, да. Ну и что теперь? Бьет Солярис. Не попал, между прочим. То есть, казалось бы, ну все, зашибись. Щит я уничтожил. Солярис не попал. Но продолжить атаку я не могу, потому что там просто дохера огнеметчиков. Толку, что я здесь нападаю? Никакого. Противник просто меняет свою позицию. Я вынужден отступить. Потому что выбить эти огнеметчики тупо нереально. Дикобраз. Вот. И была армия, не было армии. Вроде бы уничтожил там пару зевсов. Но по сути я не забрал у противника ничего. Один щит, ни одного тайфуна, ни хрена я не забрал. А я уверен, что там просто клепаются миллион тайфунов. Потому что единственная проблема конфы, по сути, это левиафан, который, не дай бог, тебя может продавить сам в начале игры. Итак, я уже сражаюсь здесь одну минуту. Я еще ничего не пробил противнику. У меня вот этот туман еле-еле живой. В два я привез. И что делает противник в такой ситуации? Он просто приводит вот третий туман. Естественно, у меня давно разрядился. Просто подходит и ломает тебе куча танков. Вот минус 30 КО. Минус 30 КО, блин. Из-за какой-то несчастной ошибки. И я никак не сохраню вот эту позицию. То есть у меня никак не сбавится с Соляриса. Просто по той причине, что если я пойду сюда левиафаном, то сюда пойдут тайфуны. Вот. А если я пойду своей армией сюда, то он меня зажмет и мне уже отступать некуда. Там река. Вот. Поэтому биться надо примерно в этой позиции. Максимально дебильный баланс. Вот. Горит у меня от этого, естественно. Ну, в бою мне как бы пофигу было. Но меня больше смущало то, что я как бы разведывал огнеметчиков. Нифига не увидел. Вот. А что у противника? По сути, у него нихрена нет. У него один щит и три Зевса. Все. Вот его вся армия. У него тайфуны огнеметчики. Тайфуны огнеметчики. Одна контра. Вторая контра. Солярис идет вперед. Естественно, Солярис мы здесь уничтожим. Кайф. Ну, естественно, продолжить атаку он не может. Я по понятным причинам выхожу в огнеметчики. У меня здесь три коза есть. Кстати, наверное, этот момент не показал. Не знаю. Если не забуду, то надо показать... Нет, не сейчас будет. Не сейчас будет залетать Серафим. У меня здесь, кстати, две вышки. Именно для обороны, да. То есть я потратил ресурсы. Выхожу в снайпера. Ну, я уже понял, что хотя бы, хотя бы я разменялся кого. Но не скажу, что в плюс. Вот. Хотя у меня все равно должно быть какое-никакое преимущество. Посмотрим, где армия противника. Итак, у оппонента здесь где-то 8 Зевсов. 1, 2, 3, 4, 7. Ну, я думаю, где-то 7 или 8. Здесь у нас Серафим. Здесь у нас Серафим. Он лентит на глазке. В надежде, что я его не заметил. Я его заметил. Именно для этого я и осу произвел. То есть, заметил Серафима по карте. Сразу иду назад. Добавляю себе еще одну вышку. Ну, и у меня здесь одна оса и одна стрекоза. То есть, максимально идешь в кого постарался сделать оборону. Ну, и еще одну стрекозу я заказываю. То есть, у меня нет ни ПВОшек, ничего. Ну, хотя бы пару вышек. Вот. Серафима мы отгоняем. Выдвигая свою армию на переднюю линию. Вообще, лучше нападать именно сейчас, пока противник отвлекся. И ягуаров у меня здесь три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. То есть, опять у меня есть преимущество в количестве техники. Еще две штуки до заказа. Туманов у меня здесь ровно три. Вот, три тумана. И, соответственно, еще один до заказа. То есть, по сути, четыре тумана на четвертом уровне штаба, к сожалению, больше не построишь. Потому что разработчики сказали, что снайпер должен строить у нас два КО. Огнеметчик один КО. Тайфун у нас два КО. Дикобраз у нас три КО. Левиафан у нас одиннадцать КО. Солярис у нас девять КО. Ну, хоть не тринадцать КО, как раньше. Сто тридцать шею. Сто двадцать три КО у меня. И сейчас у меня остается сто три. То есть, минус четыре ягуара. Пять ягуаров. На пустом месте. Я даже не подошел к противнику. Что делает КО? Да ей похеру. Абсолютно похеру. Она отступает. То есть, ты вынужден идти вперед. Ближе. А ближе тебя ждут огнеметчики. Вот, ты подошел. Сразу же огнеметчики идут вперед. Управления у противника нет. Он побежал непонятно куда своими огнеметчиками. Но сам факт. Сам факт, что я сражаюсь. Уже довольно-таки длительное время. И у меня туманы разряжаются. То есть, я вынужден идти вперед под огнеметчики. Отодвинул армию противника с помощью бельефана. И скоро у меня закончатся туманы. Вот у меня один запасной. Все, они закончились. Как играть в эту дебильную игру? Я не понимаю. И я даже не могу себе представлять, как другие игроки могут играть против конфедератов. Ну ладно, я умею как-то анализировать. Все мелочи замечаю на карте. И благодаря тому, что кое-что хочу показать и вам. Мы с вами будем играть лучше. Зевсов достаточно много. Есть, конечно, у меня неплохой дозаказ. Три ягуара. Три завода ягуара, между прочим. То есть, я наращиваю преимущество в количестве. И я просто стою здесь на яйцах. Потому что понимаю, что вроде бы Крот у меня остался. Левиафан у меня остался. Какой-никакой урон нанесет он. Несмотря на то, что здесь 4 тайфуна. Вроде бы Зевсов не так уж и много. Вот. Может быть, даже Крот что-то нанесет урон. Даже Гренадера случайно заказал. Вот. Ну, может быть, еще и запас будет. Отхожу. Понимаю, что скоро восстановится активка Соляриса. Ну, не скоро, конечно, но восстановится. И просто на яйцах уничтожая этого героя. Который просто дичь полная. Вот я за ним бегу, чтобы его уничтожить. Отлично. Ну что же, ладно. Надеюсь, вам бой понравился. Точнее, эти два боя. Снимал я второй ролик. Буквально, точнее, бой. Буквально попыток 60, если не больше. Материала минут на 60. Хотя, какой 60? Если 60 попыток, то, наверное, часа 2 я снимал этот ролик. Вот. Но все для того, чтобы он максимально информативен, логичен. Все по полочкам. Чтобы не было бесконечной дурацкой склейки. Вот. Было лаконично, понятно и интересно для вас. Соответственно, не поскупитесь на лайки, комментарии. Такие ролики очень сильно вытматывают. Надеюсь, было полезно.